Приближается яблочный сезон и я хочу показать вам самые вкусные рецепты из яблок, которые однозначно порадуют вас и ваших близких своим вкусом и ароматом. Насыпной яблочный пирог готовится без замешивания теста. В нем нет яиц и ни капельки масла. Невидимый яблочный пирог имеет такое название из-за того, что во время выпекания яблоки будто впитывают почти все тесто, и получается, что его не видно. Сам пирог очень нежный и его вкусно подавать шариком ванильного мороженого. А если в вашей семье не особо жалуют овсяную кашу, то можете попробовать приготовить запеченную овсянку с яблоками и корицей, которую можно полить йогуртом или подать с мороженым. Для приготовления насыпного яблочного пирога яблоки нужно вымыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Переложить яблоки в миску и смешать их с сахаром и корицей. В глубокую миску поместить все ингредиенты для теста. Муку, сахар, манку, соду и лимонную кислоту. Хорошо перемешать. На дно формы для выпекания насыпать немного сухой смеси. Столько, чтобы покрыть ею дно. Сверху ровным слоем выложить часть яблочной начинки. Далее снова выложить сухую смесь и продолжить чередовать слои, пока не закончатся все ингредиенты. Завершающим слоем обязательно должна идти сухая смесь. Стакан молока довести до кипения и залить им последний слой пирога. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час. Дайте пирогу немного остыть. Затем достаньте его из формы и украсьте по желанию. Например, посыпьте сахарной пудрой. Для приготовления невидимого яблочного пирога необходимо взбить в глубокой миске 2 крупных яйца. Очистить 3 крупных яблока и очень тонко нарезать пластинками. В отдельной миске смешать просеянную муку, 70 грамм сахара и разрыхлитель теста. Перелить взбитые яйца к мучной смеси. Перемешать. Влить молоком. И снова перемешать. Влить коньяк и растительное масло без запаха. Тщательно перемешать. Масса по консистенции должна напоминать блинное тесто. Переложить нарезанные яблоки к тесту. И перемешать. Застелить форму для выпекания пергаментом. И выложить яблочное тесто в форму. Отправить пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. За это время приготовить заливку. В глубокую миску поместить 1 яйцо и 80 граммов сахара. Взбить венчиком до образования пены. Влить растопленное и слегка охлажденное сливочное масло. И еще раз взбить. Достать яблочный пирог из духовки. И полить его подготовленной заливкой. Посыпать миндальными лепестками. Снова поставить пирог в духовку запекаться до золотистого цвета. Примерно на 10-15 минут. Пирог получается очень нежным. Поэтому рекомендую дать ему остыть в форме. А уже потом перекладывать на блюдо. Чтобы приготовить запеченную овсянку с яблоками. Необходимо в глубокую миску поместить 1 куриное яйцо. Плить молоко и растительное масло без запаха. Взболтать все венчиком. 3 средних яблока очистить от кожицы. И нарезать кубиками. Еще одно яблочко нарезать тонкими ломтиками. Чтобы украсить пирог. Подготовить орешки и сухофрукты. Вяленую клюкву промыть, просушить. А грецкие орехи порубить ножом. В глубокую миску поместить овсяные хлопья. Сахар. Корицу. Разрыхлитель теста. Клюкву. Орехи. И кубики яблок. Влить жидкую массу и тщательно перемешать. Выстелить форму для выпекания пергаментной бумагой. И переложить тесто. Сверху украсить ломтиками яблок. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовы запеченные овсянки с яблоками дать немного остыть в форме. Затем украсить по желанию. Например, посыпать сахарной пудрой. Продолжение следует...